Горловчанке пришлось рожать без медпомощи из-за обстрела укробоевиков. Жительница фронтового Зайцева родила малыша без медицинской помощи из-за обстрела со стороны укрокарателей. Об этом сегодня, 7 июня, сообщила глава администрации поселка Ирина Дикун. Она отметила, что на помощь роженице пришли родственники и представители администрации поселка. По словам главы, роды прошли успешно, мальчик родился здоровым. В результате ночного обстрела один из районов Горловки обесточен. На аппаратном совещании глава администрации Никитовского района города Горловки сообщила, что после артиллерийского обстрела в ночь на 7 июня поселок Шахты-6-7 остался без электричества. Еще один из случаев регулярного нарушения минских договоренностей украинскими военнослужащими. Есть выгружение прямого попадания в жилые дома. В ближайшее время вопрос электроснабжения будет решен. Более 5 тысяч горловчан подписали петицию против нарушения Киевом Минска-2. Около 60 тысяч граждан ДНР подписали петицию против нарушения Киевом резолюции ООН об одобрении комплекса мер по выполнению Минска-2. По данным общественного движения, наиболее активно поддержали инициативу жители Донецка, поставив за 5 дней акции со 2 по 6 июня 17 995 подписей на втором месте макеевчане на третьем Горловка. За последнюю неделю установлено 5 случаев нападения бездомных собак на жителей Горловки. И это неудивительно, ведь в городе насчитывается около 4-6 тысяч бездомных собак. А все потому, что самостоятельно городские власти не могут отстреливать или наносить какой-либо вред собакам, так как это противоречит закону о защите животных. Существующие службы по работе с бездомными животными в силу своей малочисленности не справляются с таким количеством беспризорных четвероногих. Продолжение следует...